Молитва Молитва — это великая сила и великая власть, которую мы сегодня с вами имеем, потому что мы есть дети Божьи. И Господь наделил нас, каждого верующего в Него, этой силой и этой властью. Мы знаем, что молитва, в первую очередь, это общение человека с Господом. И в этот момент, во время этого общения, происходит слияние Духа Человеческого с Духом Божьим. Ну, сатана — противник Божий. Он хорошо знает об этом, да? И он всячески старается помешать детям Божьим пребывать в непрестанной молитве. в молитве, к которой нас всегда призывает Господь. Но дьявол, он имеет всегда одну цель для человека. Это украсть, убить и погубить. И в первую очередь, сатана пытается украсть у человека мир, радость и любовь. И мы знаем, что он пытается это сделать посредством лжи. Потому что он является отцом лжи. И, к сожалению, ему иногда это удается. Затем он хочет убить веру у человека, надежду на Бога. И если это ему удается, то в итоге он хочет погубить и душу. Итак, украсть, убить и погубить. Это его цель. Но мы знаем, что наша брань, она духовная. И она направлена на разрушение твердынь и замыслов вражеских. И Господь наш Бог оснастил нас всем необходимым, чтобы мы одерживали победу. Итак, все вот эти омерзительные планы и цели и желания по отношению к детям Божьим у дьявола, они направлены, знаете, на то, чтобы поглотить, поглотить душу человека. И он, как рыкающий лев, ходит вокруг каждого из нас в поисках, кого можно поглотить. И как записано у Иакова 4.7, трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Простите, это 1 Петра 5.8. Но его планы и цели, и желания, они не будут никогда иметь успеха. Когда мы с вами будем пребывать в покорности пред нашим Господом, в первую очередь посредством нашей молитвы, приходить к Богу с верой и надеждой, и сможем тогда, противостав дьяволу, прогнать его. То есть он убежит, как сказано. Как сказано у Иакова 4.7, покоритесь Господу, противостаньте дьяволу, и убежит. Бодрствовать и трезвиться, это значит пребывать в Духе Божьем. И опять это же достигается посредством нашей молитвы. Мы знаем с вами, что когда Господь наш Иисус Христос шел молиться в Гефсиманский сад, Он брал с собой учеников и просил их бодрствовать. То есть Он просил их, чтобы они поддерживали Его в молитве. Он говорил, молитесь, чтобы не впасть вам в искушение. Но мы знаем, что ученики не смогли справиться с тем давлением, которое на них в тот момент воздействовало. И каждый раз они засыпали. Итак, молитва — это духовная брань с силами противостояния. И на протяжении всей Библии, как Ветхого, так и Нового Завета, Господь повелевает Своему народу непрестанно пребывать в молитве. Мы не должны молиться только в хорошие и плохие времена. В период радости и здоровья. Мы должны молиться также в период болезни и печали. Во времена покоя и благоденствия. Также во времена скорби. То есть мы должны молиться независимо от состояния и положения, в котором мы находимся. Мы всегда должны молиться. Но, как оказалось на практике, это не так уж просто пребывать непрестанно в молитве. И, как показывает действительно опыт, что даже зрелые верующие ослабевают иногда в молитве. Она для некоторых становится трудной и утомительной. И в итоге к молитве может даже быть потерян интерес. И человек порой сам даже не может объяснить, почему это происходит. Но, как было сказано ранее, это молитва, это борьба с возникшими препятствиями. То есть силами противления. Даже вот некоторым братьям трудно поверить, что их молитвы услышаны и приняты Богом. И это, в свою очередь, конечно же, ослабляет желание молиться. И причиной вот такого ослабления является неверие человека в то, что он сам принят Господом. И пока человек не убедится, что он может приходить к престолу Божьему без всякого осуждения, он никогда не испытает, что такое побеждающая и превозмогающая молитва. Апостол Павел говорит, что Бог усыновил, принял нас просто из любви к нам. Без всяких условий. Как сказано в послании к Ефесянам 1, 5, 6. Предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он благодарствовал нас возлюбленным. и так Господь усыновил нас не по какой-либо причине, как только по Своей любви к нам. И это истина, которую невозможно опровергнуть. но кто-то скажет, что Он находится в борьбе сейчас, в данный момент с очень сильным искушением. И иногда даже согрешает. И поэтому Его постоянной молитвой является молитва Божия, помоги мне. Но если вы любите Господа, в чем нет сомнения, признаете Его своим первосвященником, который непрестанно ходатайствует за каждого из нас, то вы имеете право входить в Его присутствие. Независимо от состояния, в котором вы сейчас находитесь, чтобы обрести необходимую милость и благодать. Именно в такое время Он является вашим первосвященником. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который подобно нам искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Это записано в послании к евреям 4, 15, 16. Наш Господь Он все знает и видит. От Него ничего не сокрыто. И тем не менее Он продолжает приглашать, звать нас к Себе, чтобы дать ту благодать и милость, в которой мы сегодня с вами нуждаемся. Но чтобы приходить вместо того, чтобы приходить к Господу и получить свободу, человек, как правило, убегает от Господа. Убегает от врача, который дает исцеление. И в этом очень большое заблуждение сыновей и дочерей Божьих. Некоторые сами осуждают себя за то, что молятся только в те моменты, когда с ними случается какое-то несчастье. И в такие моменты они начинают вопиять к Богу, как будто в их доме начался пожар. Но в промежутках между кризисами они молятся редко, а порой вообще не молятся. Но если мы посмотрим Священное Писание, то мы не найдем с вами осуждения за это. Господь презрит на молитву беспомощных и не презрит моления их. То есть Он презрит, посмотрит и не презирает, не презрит молений. Это записано в Псалме 101 18. Мы знаем, что наш Господь Бог человеколюбивый. И Он никогда не отвергнет наши молитвы по причине, что мы возносили их только в момент нашего кризиса. Как сказано в Псалме 106 5 6 терпели голод и жажду. Душа их истаивала в них. Но воззвали к Господу в скорби своей. И Он избавил их от бедствий их. Господь всегда приходит на помощь к тем, кто взывает к Нему. Кто вопиет к Нему. Без всяких упреков. Упреков типа «Где ты был, когда тебе было хорошо? Почему ты не молился, не взывал ко Мне?» Бог никогда не упрекает. Он всегда ответит. И почему же Он так милостив к нам все-таки? Когда мы взываем к Нему только в моменты кризиса. Несмотря на то, что мы не ищем Его в другие времена. А делает Он это по единственной причине. Он делает это с желанием, чтобы мы потом пришли, преклонились к Нему в нашей благодарности. как сказано в Псалме 106-28-31 «Но воззвали Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их, и веселятся, что они утихли, то есть бедствия. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Господь сделает все для человека, чтобы привлечь его к себе, то есть более близким отношением. Еще раз напоминаю, что Бог человеколюбивый. И Он не хочет погибели ни одному человеку. Пророк Захария говорит, что Бог назначил три места, где народ Божий должен предстоять пред Богом в молитве. Молитвы бывают разного рода, мы знаем с вами. Их можно перечислять очень долго, но вот три места, которые определил Господь. Это Дом Божий, то есть церковь, это дом, где мы с вами проживаем, каждый из нас, и тайная комната, то есть наедине с Господом. И так, когда Господь проговорил к Захарии, Он сказал следующее, о дом Давида, а на дом Давида и залью дух благодати и умиления и будет рдать земля. Рдать это значит вопиять. Каждая племя особа. Племя Давида, дома Давида, вы простите, особа, то есть это олицетворение с церковью. Племя дома Левида особа, то есть это уже семья или дом, в котором живем, и жены их особа, то есть особа это отдельные члены тела. Это Захария 12, 10, 12, 13. Когда Захария провозглашал это, Израиль был окружен врагами, которые были полны решимости уничтожить Божий народ. И весь народ израильский, он находился в большом страхе и трепете. И однако в это самое время пришло это удивительное слово от Господа. Что он идет, чтобы расправиться с теми злыми силами, которые восстают на его народ. Поэтому он и призывает молиться в церкви, в домах и в тайных комнатах. Итак, все ветхозаветные пророки, они призывали народ Божий к общей молитве. Сам Иисус провозглашал. Написано «Дом Мой домом молитвы наречется». Евангелие от Матфея 21-13. Очевидно, что Бог высвобождает большую силу благодаря молитве своей церкви. То есть церковь, она всегда должна быть домом молитвы. И в этом ее самое важное призвание, поскольку все прочие аспекты церковной жизни, они зарождаются в молитве. Однако общая молитва, она имеет ограничение временем и теми видами молитвы, которым призывает нас Господь. К примеру, во время общей молитвы, мы не можем молиться о нашей личной скорби, о наших душевных моках, раскаиваться перед Господом за грехи, которые совершаем. То есть ничего личного не может иметь места во время общей молитвы. Вы понимаете, о чем идет речь, да? То есть Господь кладет нужду на сердце того, кто стоит во главе церкви, это пастор. И церковь молится единодушно, чтобы эта нужда ушла. То есть во время общей молитвы мы не приносим личные какие-то нужды, но единодушно молимся о той нужде, которую сегодня имеет церковь. После общей молитвы мы можем помолиться за нужды. Дом каждого из нас также может быть местом, вернее, должен быть местом молитвы. Как сказано в Евангелии от Матфея 18-19, если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы не попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Великое благословение, когда рядом с нами есть брат или сестра, с которым можно молиться вместе. И этот вид молитвы, он более действенный, и он в основном должен быть в наших домах. Когда вместе молятся супруги, то их отношения становятся еще крепче. И благословение изливается огромное на всех окружающих, живущих в этом доме. То есть это на детей, на внуков, на родных, близких, на дальних, то есть единодушная молитва в доме, она имеет большую силу. И если в отношениях между супругами есть какие-то проблемы, то первой причиной является то, что в этой семье отсутствует совместная молитва. Вы знаете, враг, он желает разрушить то, что созидает Господь. И если супруги не будут бодрствовать в молитвах, то будут происходить очень плохие вещи. Если, допустим, один из супругов молится и приглашает другого, а тот не желает в тот момент, не нужно в этот момент отчаиваться. Просто зайдите сами в комнату и начните молиться. Это и будет вашей семейной молитвой. Потому что все члены вашей семьи будут знать, что вы сейчас молитесь. И третье место молитвы это тайная комната. Такая молитва происходит, когда мы находимся одни в своей комнате. Как сказано в Евангелии от Матфея 6.6. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори в дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой видящий тайное, воздаст тебе явно. Эти слова Иисуса, они обращены индивидуально к каждому. И сам Господь, Он показал пример такой молитвы, когда Он уходил в тайные места молиться. Мы знаем, что более занятым, чем Он, не было ни одного человека. Вокруг Него всегда толпились люди. Однако утром встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место. И там молился. Это Марк 1.35. И в другом месте в Евангелии от Матфея 14.23 сказано, И отпустив народ, Он зашел на гору помолиться наедине. И вечером оставался там один. Молитвенная комната — это достижение близости отношений с Господом. А мы знаем с вами, что это является самым важным. для каждого из нас. Слава Богу! Итак, будем достигать близости отношений с Господом, стоять в молитве с нашей верой и надеждой, что Господь всегда слышит нас, всегда придет на помощь. Но молитва наша должна быть молитвой веры. Когда мы молимся, мы должны сразу же возблагодарить Бога за то, что Он уже ответил и ответ незамедленно. и ответ будет приемлемо. Редактор Продолжение следует...